Привет! Мы настолько привыкли к бетонным коробкам вокруг, что уже даже не можем представить тебе жизнь в других условиях. А каково жить в доме площадью 12 квадратов? Как выглядят дышащие здания и реально ли создать себе жилье с помощью G-кода и кучи глины? Сегодня выясним. Поехали! Даже если название вроде «Космическая Эдисей» для тебя не больше, чем набор букв, а «Скайфай» ты вообще слышишь впервые, этот дом все равно не оставит тебя равнодушным. Как и полагается космическому кораблю, почти все системы здесь управляются искусственным интеллектом. В сочетании с аутентичным экстерьером и фантастической атмосферой внутри — просто невероятная комбинация. Само жилище состоит из трех модулей общей площадью в 120 квадратных метров, а на борту хватит места всему экипажу, дом рассчитан на проживание до 8 человек. 12 квадратных метров — не слишком роскошная площадь даже для кухни, не говоря о том, чтобы организовать на ней все жилое пространство. Тем не менее, архитекторы из Эквадора потрудились и представили на наш суд вот такую необычную постройку из категории домов-паразитов. Как ясно из названия, это не самостоятельный дом, а пространство, существующее за счет другого, материнского здания. Невероятно, но внутри постройки можно найти кухонную и обеденную зону, ванную комнату, кровать, рабочее место и даже кладовку. Хоть шиком интерьер и не блещет, здесь есть все для комфортной жизни одного или даже двух человек, за исключением, пожалуй, клаустрофобов. Вычисляем фанатов Нетфликса. Угадал, к какому сериалу отсылка? По сигналь лайкам, если разглядел в этом шифре локацию из игры в кальмара, но не торопись с выводами. Может казаться, что комплекс был создан по мотивам нашумевшей антиутопии, но на деле это авторы сериала вдохновлялись причудливой конструкцией. По крайней мере, многие в этом убеждены. Хоть сам режиссер иссылается на рисунок голландского художника, сходство с лабиринтом очевидно. Жилой комплекс «Красная стена» возвели еще в конце 60-х годов прошлого столетия в испанском муниципалитете Кальп. Весь проект состоит из помещений, переплетенных множеством лестниц, платформ и мостов, и включает в себя 50 квартир – от маленьких студий до роскошных апартаментов. У жителей, к тому же, есть доступ к террасам на крыше, бассейну и сауне, детали, которые, к счастью или сожалению, оставили за кадром игры в кальмара. Иглу. Купол диаметром пару квадратных метров, аркой вместо двери, а из мебели лишь снежные скамейки. Такую картину рисует воображение. Мысли шире. Этот кемпинг на Аляске представляет собой новый взгляд на привычные жилища эскимосов. Вот такие домики сделаны из стекловолокна, а потолок украшает гигантское окно для созерцания северного сияния. Иглу предлагают в аренду со всеми удобствами. Здесь есть электричество, кровать, обеденная зона и ванная комната с душевой кабиной. К некоторым нюансам, правда, придется еще привыкнуть. Чего только стоит этот унитаз? Хижина в лесу тоже наверняка представляется иначе, чем вот такой вариант. Но, тем не менее, это она и есть. Точнее, модульное жилище, спроектированное французами как раз для воссоединения с природой. Вся фишка в мобильности кабины и, конечно, в пятиметровом окне, который позволит наслаждаться панорамным видом. Несмотря на скромные размеры дома в 17 квадратных метров, здесь уместилась просторная спальня и ванная. Любопытно, что создатели даже втиснули сюда гардероб. А вот кухня, увы, не предусмотрена, так что придется заранее помониторить, доставляет ли в эту местность пиццу. Зачем застраивать и без того перенаселенные спальные районы новыми домами, если можно разумно использовать пространство, данное природой? Примерно так подумала эта милая пожилая пара и обустроила себе жилище прямо в скале. Хоть по существу это искусственно созданная пещера, к обители флинстоунов интерьер не имеет никакого отношения. Внутри довольно современная и при этом уютная обстановка, сам по суди. Если ты мечтал стать пиратом в детстве, а может и сейчас не оставляешь надежд, или просто неравнодушен к романтике моря, нашли для тебя кое-что любопытное. Этому кораблю почти сотни лет. Судно было построено и спущено на воду еще в 1924-м корпорации самого Генри Форда. Некоторые помещения на борту спроектированы им лично, это заметно по внутренней роскоши. В 81-м году корабль выкупили и сделали из него четырехэтажный летний дом площадью в 650 квадратных метров. Поглазеть на эту красоту можно у скала острова Саутбас в штате Огайо. Очередной плавучий дом посреди океана? Да брось, мы здесь не ради этого. Да, вот такой курорт находится у берегов Танзании. Здесь можно насладиться красотами подводного мира и погружаться с аквалангом для этого вовсе не обязательно. На верхней палубе есть чил-зона, санузел и спальное место прямо под открытым небом. Это ли не мечта? Давай откровенно. Ты бы обратил внимание на этот старый вагон поезда во время прогулки? Окей, может, подошел бы разок полюбопытствовать. Но ты наверняка удивишься, что это без шуток самое популярное место для аренды жилья на Airbnb в восточном Теннесси. Перед тобой бывший вагон-ресторан военного поезда 1943 года. Под наем его оборудовал американец Дин Смит со своей семьей. Сейчас там можно комфортно расположиться, как в полноценном номере отеля, со всеми удобствами. Домом на колесах сейчас вряд ли кого удивишь. А что насчет дома с лопастями? Технически это не чье-то постоянное место жительства, а лишь съемное место для ночлега, но созданное из реального армейского вертолета в британском парке Рим Хиллс. Он без труда вмещает двух взрослых и двух детей. Внутри есть спальные места, раковина с чайником, микроволновка и мини-холодильник. Отвечая на главный вопрос, туалета и душевой на судне нет, зато гости могут пользоваться, блестящими удобствами. Зацени, какой гостевой парк оборудовали заброшенных автобусов на высоте 600 метров в горах Китая. Туристов здесь ждет спуск по канатной дороге и потрясные пейзажи. Чем еще заниматься на островах, как не наслаждаться тропическими пейзажами и единением с природой? Важно при этом выбрать идеальное место, и оно найдено в районе комплекса Green Village на Бали. Уникальность этой виллы, напоминающей традиционную пагоду, не столько в экстерьере, сколько в материале, из которого она состоит. Дом полностью выполнен из бамбука. И под полностью имеется в виду полностью. Речь не только про стены, пол и крышу. Даже диваны, столы, стулья и кровати здесь бамбуковые. Получается, плоды цивилизации вроде ТВ и холодильника, лишь бутафория из стеблей растений? Как бы не так, дом оснащен необходимой и самой настоящей бытовой техникой. На четырех уровнях расположены три спальни с ванными комнатами, гостиная, столовая, кухня, зона для отдыха и кабинет, а также смотровая площадка, частный сад и бассейн. Что объединяет древнегреческую мифологию мира Тима Бертона, африканский фольклор и космические путешествия? Очевидно, отель в Бельгии. Уникальное место находится в крошечном городке в провинции Люксембург. Вместо обычных номеров гостей ждут целые вселенные. Можно почувствовать себя первым человеком на луне, хозяином французского виноградника или троллем, живущим под мостом. В каждом номере вся радость и 21 века, а стоимость за ночь стартует от 135 долларов. За жемчужину отеля Троянского коня просят больше всего. Чтобы отдохнуть в двухуровневом люксе и ощутить себя частью гомеровского эпоса, придется отдать 280 долларов. Движущийся сам по себе дом выглядит сюрреалистично, но так и задумано. Вот такой проект многоквартирного дома воплотили в самом сердце Тюриха дизайнеры архитектурного бюро Мануэля Герца. Динамичный фасад здесь не только для красоты. Необычная конструкция устроена так, что панели на двух нижних этажах движутся с помощью гидравлики, то защищая помещение от солнца, то образуя необычные балконы. В движении дом выглядит пугающе живым, согласись. Что нужно, чтобы соорудить уютный дом площадью в 60 квадратных метров? Куча глины, 3D-принтер и 200 часов работы доказаны авторами проекта из Италии. В результате получились два соединенных между собой купола высотой в 4,2 метра. Внешние стены – это 350 слоев глины, а ребристая поверхность не только обеспечивает структурную устойчивость, но и действует как тепловой барьер. Дом полностью экологичен, оснащен коммуникациями и круглым световым люком и состоит из жилого помещения, кухни и спальной зоны. Вход закрывает стеклянная дверь, смотрится очень даже прилично, но особенно эффектно выглядит ночью. Эта конструкция в жилом районе Суматошного Токио многозначительно напоминает вольери для зверей. А все потому, что архитектор черпал вдохновение в лесу с гориллами. Во время путешествия в Руанду его так заворожили эти величественные животные, что он решил соединить природу и городскую жизнь в одном проекте. Почти половина дома площадью в 132 квадратных метра занята растительностью, отсылающий к джунглям, другая половина выполнена из натуральных материалов. Между нами гориллы довольно необычный источник вдохновения, но кто этих творческих людей разберет, правда? На фото этот дом кажется не особо примечательным, кроме загадочной формы. Ну а поверь, все гораздо увлекательнее. Трудно поверить, но вот такой концепт спроектирован в стране, которая славится своими старыми архитектурными формами и наследием викингов – Дании. Шестиугольная призма способна двигаться за счет ножек с пневматическим приводом со скоростью до 60 метров в час. Художники признались, что на эту идею их натолкнул цыганский народ, и если присмотреться, чем не кочевая повозка. Жилище состоит из модулей и рассчитано на четырех человек, но конструкцию можно менять, внутри все довольно аскетично. И да, это, конечно, не ходячий замок, но на данный момент вполне достойная ему альтернатива в реальной жизни. Мы снова в Японии, где еще способны создать что-то настолько минималистичное и элегантное одновременно. И это не просто дом. В проекте архитектор Дзунья Исигами совместил жилое пространство с модным рестораном. Самое потрясающее в том, как именно здание появилось. В земле вырыли отверстия, которые заполнили бетоном, а затем убрали остатки почвы и укрепили конструкцию. Внутри дом-ресторан представляет собой лабиринт с колоннами и арочными проемами и выглядит очень самобытно. Можно подумать, что перед нами инопланетное судно, потерпевшее крушение на берегу Средиземного моря или чей-то дом 23 века. Настолько оно футуристично выглядит и не вписывается в общий пейзаж. Однако никакой фантастики. Это легендарный дворец пузырей, который возвели еще в 1989 году по проекту знаменитого архитектора Анти Ловага. По месте площадью 1200 квадратных метров Анти спроектировал для французского промышленника Пьера Бернара, а после его смерти строение выкупил не менее знаменитый модельер Пьер Карден. Каждая ячейка здесь оснащена огромными иллюминаторами с видом на море. На территории располагается панорамная гостиная, банкетный зал, 10 спален, бассейны, водопады и даже амфитеатр на 500 человек. Если ты сразу подумал, как обалденно было бы там прогуляться, готовься раскошелиться. Посетить Баблз можно только при условии аренды. Идеальный домик для всех, кто без ума от Таиланда, но сыт по горло и отельными номерами или типичными бунгало. Как по-твоему, строение больше напоминает улитку или может какой-то гриб? Дом полностью выполнен из глины и рассчитан на 5 человек. На площади в 100 квадратных метров разместились две спальни, две ванные комнаты и другие удобства. Изначально он был возведен местной семьей для собственных нужд, единения с природой и медитации. Но сейчас забронировать его может каждый, причем за довольно приятную цену – 80 долларов с человека за ночь. Это какой-то аналог Стоунхенджа? Или ракообразные, прячущиеся в песках пустыни? Известный как дом Дулитла, этот пример органической архитектуры находится среди калифорнийских скал. Спроектировал его еще в 80-х годах Кенрик Банкс Келлок, а на завершение концепции ушло почти 20 лет. Сам дом состоит из 26 бетонных литых позвонков. Здесь даже нет привычных нам окон, но несмотря на его схожесть с пустынным ландшафтом снаружи, пространство внутри выглядит очень современным и содержит все для полноценной жизни человека, привыкшего к цивилизации. Еще один вроде бы неказистый образец архитектурной мысли, который на самом деле хранит в себе истинные сокровища. Впрочем, того авторы концепции и добивались. Фасад этой усадьбы в Испании со столетней историей специально оставили нетронутым в знак уважения к культурным традициям, при этом качественно поработав над внутренним миром. В итоге вышел дом с органичным экстерьером и стильной начинкой, не говоря уже о полностью стеклянном мостике с торца здания. Повстречав это странное здание вживую, ты бы почти наверняка думал, что перед тобой какой-то концептуальный арт-объект, но ровно до тех пор, пока оно не начнет шевелиться. Интерактивная хижина расположилась в китайской деревне Сяхуайюань и двигает стенами не просто по чьей-то прихоти. Суть в том, что встроенная система гидравлики поднимает и опускает панели в зависимости от температуры снаружи дома, если она падает ниже 16 градусов Цельсия или переходит отметку в 29 градусов. Само по себе строение состоит из 16 сборных стеклобетонных панелей и является не жилым домом, а туристическим центром, сувенирной лавкой или, по необходимости, даже сценой. Как тебе мысль провести отпуск в Швейцарии в этой 200-летней развалине вместо комфортабельного шале? Как известно, по фасаду дома не судят, так что давай-ка заглянем внутрь. Авторы проекта, хоть и не обошлись без изысков, но сохранили изящный минимализм. Тут есть гостиная, спальные места и уютный камин. Чем не ламповая атмосфера для отдыха? Может, ты слышал о так называемых оленьих стоянках, платформах или даже закрытых боксах на высоте специально для охотников, которым во время своего занятия необходим лучший обзор? Энтузиаст Джесси Калфман, парень из Висконсина, который соорудил первую и единственную подобную стоянку внутри дошкольного автобуса. Он возвышается над землей на 8,5 метров. Но ничего сверхъестественного внутри заброшенного транспорта нет. Пара кресел, телевизор и карточный стол. А вот ценители уединения наверняка с удовольствием провели бы там пару вечеров. Присмотрись повнимательнее, ничего не напоминает? Строение находится в Галвестоне, штат Техаса, известный как Дом-чайник. Необычное здание построено в 60-х годах прошлого века, но, как ни удивительно, с того времени не использовалось, пока пару лет назад его не выкупили и не оборудовали под пляжный домик для съема. Жилище включает в себя все необходимое для полноценного отдыха шести человек, кровати королевского размера, вай-фай, кухню-столовую, гостиную и даже личное патио с изумительными видами. Назвать эту хижину на дереве полноценным домом не поворачивается язык, но отнюдь не из-за ее габаритов. Дело в том, что это японский чайный домик, по сути, лишь комната для чайной церемонии. Дом Жука, как назвал его сам автор Терунобу Фудзимори, был построен в 2010 году для архитектурной выставки, посвященной малым пространствам. Внешний вид и интерьер, как того требуют традиции, очень скромны, но, согласно философии Востока, в этом и есть высшее искусство. Хотел бы выпить здесь чашку любимого чая? Согласись, есть чувство, что этот кроха просто однажды рухнул на крышу прямо из космоса. Что аж это многое объясняет. Домик не зря называют «падающей звездой». Он находится на седьмом этаже здания на территории университета в Сан-Диего и доступен для посещения только как экспонат. Кстати, вполне ожидаемо. Неизвестно, какой выдержкой надо обладать, чтобы жить в ощущении бесконечного падения. На сегодня наш тур закончен, приятель. Ставь лайк креативным ребятам, делись в комментариях, какой дом бы с радостью посетил, а в каком, может, и поселился. И увидимся в следующем ролике. Любишь кино, но не всегда находишь пару свободных часов? Подписывайся на канал «Соленый попкорн». Здесь в деталях раскрываются сюжеты самых крутых фильмов, которые точно стоит увидеть. Заинтригован? Тогда ждем на следующем сеансе. Не забудь захватить с собой попкорн. Приятного просмотра!